В моем последнем обзоре литературы о полезных свойствах семян чия и их применении в медицине, я наткнулся на множество подобных исследований. Стратегии добавления чия в сосиски для повышения их пользы для здоровья. В конце концов, в последние годы мы наблюдаем растущий интерес к здоровому образу жизни и правильному питанию. В ответ на это появилось много исследований о полезных свойствах растительных компонентов, которые можно использовать в таких продуктах, как хот-доги. И действительно, в хот-догах с добавлением чия содержится значительно больше растительного белка, клетчатки и минералов. Фактически, учитывая этот новый состав, такие хот-доги могут претендовать на маркировку с указанием различных полезных свойств. И знаете, что хот-доги с добавлением чия положительно влияют на крыс, которых кормили вредной пищей. Так что давайте наклеим на них этикетку с указанием полезных свойств. Чия употребляли в пищу на протяжении тысячелетий, так что по крайней мере можно сказать, что это безопасно, но не имеет каких-то особых преимуществ. Это безусловно питательный продукт. В нем много клетчатки, антиоксидантов, черные семена чия, возможно полезнее белых. Растительный белок, конечно, источник витаминов группы В, источник минералов. Да, это питательно, но так же, как и почти любая растительная пища. Но опять же, есть ли от этого какая-то особая польза? Есть множество заявлений от людей, которые пытаются продать вам семена чия, но чтобы окончательно установить их реальную пользу, нам нужно что-то, что называется научным доказательством, а не просто культурными традициями, верованиями или недостоверной рекламой, что звучит как-то нелепо. Например, в интернете есть около 50 видеороликов о семенах чия и жировых отложениях на животе, но что говорит наука? Семена чия в рационе действительно уменьшают жировые отложения на животе у крыс и, по-видимому, у кур. Очевидно, людям не нравится запах или вкус рыбы в курице, поэтому, добавляя семена чия в корм для кур, вы можете повысить уровень омега-3 в их организме. И курица не будет пахнуть рыбой. Но что будет, если вы просто отрежете среднюю часть курицы и съедите семена чия? Что будет, если вы добавите чайную ложку семян чия в йогурт на перекус? После йогурта с семенами чия, участники эксперимента сообщили, что чувствуют себя менее голодными, и через два часа они съедали меньше калорий за обедом. Сначала я подумал, что людям нужно давать больше еды, добавлять семена чия в то, что они едят, и тогда они будут меньше хотеть есть. Но нет, им давали меньше йогурта, чтобы компенсировать это, поэтому в каждом перекусе было одинаковое количество калорий. Так что можно сказать, что семена чия насыщают лучше, чем йогурт. Но через два часа после обеда они не просто ели меньше, а на 25% меньше калорий. В чайной ложке семян чия всего около 50 калорий, но в итоге они съедали почти на 300 калорий меньше за обедом, что намного больше, чем компенсация. Так что если вы будете делать это каждый день, съедать немного семян чия на перекус, и одна чайная ложка будет работать так же как две, вы со временем начнете худеть. Но вы не узнаете наверняка, пока не попробуете. Участники эксперимента в течение нескольких месяцев перед первым и последним приемом пищи съедали по столовой ложке семян чия два раза в день в течение 12 недель. И они обнаружили, что семена чия не способствуют похудению. Ну мы знаем из исследований льняного семени, что если вы дадите людям кексы из цельных семян льна, они не получат всех полезных свойств, в отличие от кексов из молотых семян льна. То же самое, похоже, относится и к семенам чия. Если есть цельные семена чия в течение 10 недель, то уровень омега-3 с короткой цепью не повышается, как и уровень омега-3 с длинной цепью. Но если измельчить семена чия и есть их в таком виде, то уровень повышается. Возможно, проблема этого исследования в том, что людям давали цельные семена чия. Но исследований по измельченным семенам чия и похудению никогда не проводилось. До сих пор не проводилось. Рандомизированное контролируемое исследование, в котором сравнивали 2 столовые ложки измельченных семян чия в день с контрольной группой, состоящей в основном из овсяных отрубей. Так что можно быть уверенным, что исследование не финансировалось производителями семян чия, потому что они сравнивали их с настоящим контролем, а не с какими-то сахарными таблетками или чем-то подобным, чтобы учесть содержание клетчатки. Так что если и была потеря веса, то это точно не из-за клетчатки, а из-за чего-то особенного в семенах чия. И те, кто ел измельченные семена чия, значительно больше похудели, у них значительно уменьшилась окружность талии, что говорит о снижении количества жира на животе. И как бонус, снизился уровень S-реактивного белка, что говорит о противовоспалительном эффекте. Так что возможно некоторые из тех 50 видео на YouTube не были совсем уж неправдой. Но есть одна форма порошка из семян чия, от которой я бы посоветовал держаться подальше. Я рассказывал о том, как использовать гель из семян чия вместо яиц или масла при выпечке. Вы смешиваете чайную ложку семян с четвертью стакана воды и оставляете на полчаса. Это конечно помогает снизить уровень холестерина, но при этом вы снижаете риск заражения сальмонеллой. А еще была международная вспышка сальмонеллеза, связанная с порошком из пророщенных семян чия. Проращивание создает идеальные условия для роста бактерий. Заболели 94 человека в 16 штатах. Согласен, это не так опасно, как зараженные сальмонеллой яйца, от которых каждый год заболевают 79 тысяч американцев. Но я все равно советую держаться подальше от порошка из пророщенных семян чия.